МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такой аналитической программой, да, то есть это итоги недели, изменится, наверное, сама манера ведения, то есть подача будет, наверное, все-таки лично от меня такой момент здорового такого раздолбайства. Это очень хорошо. Причем этот момент нам очень близок и знаком, понимаешь, такого здорового раздолбайства. Но все-таки программа, итоговый выпуск, да, новостей больше, чем новости, достаточно такая серьезная программа, и чтобы зрителя, так сказать, зацепить, держать его полностью, то есть полностью то время, которое она идет, нужно, ну и талант, конечно, непосредственно. Чем будешь цеплять зрителя? Что, на твой взгляд, что должно быть интересно ему? Я думаю, все-таки это сама манера подачи информации, то есть это не обыденные новости, которые идут всю неделю, да, и мы попробуем с информационной службой сделать некий такой шаг именно в субботу, то есть обнулить все новости, которые были до этого, да, то есть что это шло, да, эти новости, и в субботу представить вот тот самый материал, который уже сжат до какой-то определенной точки, который самый интересный за эту неделю, ну и, собственно, выдать его в собственном каком-то таком формате от себя, то есть со своими подводками собственными и прочее, прочее. Ты принимаешь эстафетную палочку от очень опытных журналистов. Серьезно? Серьезно? Как-то есть какое-то волнение внутри, чтобы, может быть, соответствовать? Все-таки установлена очень высокая планка, и тебе наверняка нужно будет ей соответствовать. Вот ты сейчас меня просто нервируешь. Нет, ну вообще, почему от опытных? То есть раньше вообще смотрел итоговый выпуск? Зачем ты задаешь мне этот вопрос? Ты же знаешь, что нет. Ну, нет, а почему нет? Ответь, ответь всем просто. Нет, у меня своя точка зрения, я не смотрю телевизор уже достаточно давно. Просто у тебя его нет. Да, и у меня его нет, и я думаю, что, наверное, равняться на кого-то – это хороший способ чему-то научиться. Но более, наверное, будет фундаментально научиться самому. То есть в итоге никто не учится на чужих ошибках, все учатся на своих. Все учатся на своих. Ну хорошо, перед тем, как попасть в эфир, любого телеведущего ждет такой большой, трудоемкий, можно даже сказать, нудный, но важный момент – это, конечно, момент тракта. Вот как проходил для тебя этот момент, этот тракт? Все ли получилось в первый раз? Или пришлось пробовать к чему-то пристраиваться, к чему-то привыкать, опять же, ходить в эфире, сидеть? Вот, пожалуйста. Вот мы видим кадры. Опять же, галстук, опять же, галстук. Все прошло? Ну, как тебе сказать, я очень сопротивлялся тому, чего от меня хотят, понимаешь, потому что я учился, да, и работал, то есть 12 лет как бы не прошли даром, то есть там идем мы от внутреннего, а здесь все равно актерская задача совсем другая, то есть я этому очень сильно сопротивлялся. То есть первоначально ты актер, да, давай мы поясним это зрителю. Да, актер и режиссер, да, вот, то есть сопротивление было такое, очень настойчивое лично от меня, и, ну, в какой-то момент все равно пришлось сдаться и дать им то, что они хотят. А в чем принципиальная разница? Ну, все-таки актерская задача, ты идешь от внутреннего, то есть текст, который у тебя пережит, ты его накладываешь на свои переживания, тебе не нужно быть настолько вот красноречивым, да, то есть делать такие яркие акценты, то есть это все от внутреннего. Ну и опять же есть какие-то рамки, именно телевизионные, которые все-таки как-то тебя ограничивают в чем-то, в жестах. Ну, я бы не сказал. То есть даже новостной текст можно пропустить через себя, какие-то свои переживания туда ставить? Ну, дело в том, что это же итоговая программа, и она формируется буквально за какой-то короткий период времени, то есть сами итоги. То есть у тебя нет времени особо, чтобы подготовиться и вникнуть, ну, то есть вникнуть в текст есть, но подготовиться именно актерски, этого нет. То есть это идет, так сказать, сразу. Экспромты от природного ума, да. И от души. Хорошо. Вот если говорить о команде, да, итогового выпуска новостей, больше чем новостей, большая команда, сколько людей, да. Успел уже познакомиться. Да, с кем уже познакомился, пообщался, сколько людей трудится над этой программой. То есть, ну, все же это не зря. Не зря, не зря, ты прав. Слушай, ну, команда, да, действительно интересная, и я уже со многими познакомился, как бы мы ведем диалоги, там, переписку, что бы хотелось, кто бы хотелось. Они предлагают свое, я предлагаю свое. То есть у нас абсолютно нормальный диалог. То есть активное обсуждение, вообще и переживания, и болезненные переживания, опять же, на программу, оно есть. Данил, можно, извините, перебью, а есть ли у тебя какие-то свои идеи? Может быть, вот после тракта, посмотрев на программу в том виде, в котором она есть, сейчас ты подумал о чем-то, что можно что-то изменить или принести туда что-то свое? Ну, конечно, свои идеи есть, но я не думаю, что они будут осуществлены именно завтра уже, да, послезавтра, но какую-то... В процессе? ...наверное, от себя человеческую какую-то подачу, точнее, вот, как сказать, ну, какую-то рефлексию событий, да, то есть хотелось бы, наверное, внести именно вот от себя, как от актера в дальнейшем. Если говорить о телевидении, кто вот на нашем отечественном телевидении для тебя является кумиром? Ну, не равняешься, конечно, но все равно подсматриваешь, что-то там для себя записываешь, берешь на карандашик. Чья фотография у тебя в медальоне? Там, там. Так, фотографий у меня нет, ну, как сказал, не смотрю, но все равно периодически приходится где-то, да, видеть телевидение, все равно от этого никуда не убежать. Ну, как мне сказали, что это уже такие динозавры, и на них никто не равняется, это Сенкевич и Мистев. То есть есть, 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 все равно кумир. Ну что ж, Даня, давай еще раз. Всех пригласим, всем приоткроем завесу тайны, когда и где, и во сколько. Так, на какую камеру, да? Давайте вот все, все 12 камер работают на тебя и для тебя. Итак, завтра в 7 часов вечера, больше чем новости, на телеканале Юграм. Я, Данила Матвеев, и корреспонденты службы информации подводим итоги уходящей недели и предлагаем вам это сделать вместе с нами. Ну, а мы подхватываем эту манеру и, конечно же, говорим вам спасибо. С гостем прощаемся, с вами увидимся через мгновение.